Павел Владимир Шимонов особо подчеркнул сложность сегодняшнего памятного вечера, потому что поистине не знаешь, как вестись в разговор, в каком русле. Хочу сказать, что Бухарскую общину начали постигать беды. Я не говорю единственное число, числе беда, я говорю беды. Порой сидишь и думаешь, пытаешься проанализировать случившееся и сделать вывод, но как бы аналитически не был устроен человеческий мозг, в любом случившемся мы не можем найти истинный ответ. Шламо Амелех, мудрый царь Соломон, при всей своей мудрости сказал, А вы знаете силу царя Соломона? Это человек, который сдал язык птиц, человек, который сдал язык зверей, человек, который, видя любого встречи, он может предсказать, потому что вся мудрость небесная была на нем. Он сказал, при всей своей мудрости я так и не понял пути к Господней. Оттуда и пошло выражение пути к Господней неисповедимы. Почему Славик Дикталов, мой любезный друг? Почему его семья? Почему род Дикталов их? Когда умирает люди в преклонном возрасте, мы говорим, такова диалектика жизни. Но когда уходят молодые души, мудрецы сокровенного обучения говорят этот месседж. Давайте мы немножко проанализируем сегодняшний стиль нашей жизни. Мне кажется, наши души очень огрубели. Мы стали самые грубые. 27 лет тому назад, когда я приехал в Америку, мы начали учить, как вести себя в Америке. Мне говорят, а ты и ты не можешь кому-то просто прийти в дом. Ты должен позвонить и сделать опойтку. Для меня это было дико. Как это так? Сегодня я вижу реалиты. Мы стали все такие важные. Мы стали такие деловые все. Слава Богу, благодарна память наших ушедших предков, которые оставили нам эту великую традицию. И сегодня вместе мы сидим здесь. А какова судьба наших детей? За последнюю неделю мне пришлось говорить с очень интересными молодыми людьми. Хочу сказать, обращаясь ко всем вам, родителям, мы родители, папы и мамы, мы в глубокой спячке. Что происходит с нашей молодежью? Бедная наша молодежь. Несчастая наша молодежь. Мы находимся в стране, где очень и очень много соблазнов. Наша молодежь не выдерживает этого. Мы, взрослые, порою ломаемся. Мы, взрослые, порою поддаемся этим соблазнам. Это мы, маломальски умудренные жизнью. Что поздала сегодняшняя молодежь? Мы завязываем в этих бизнесах, в поисках длинного зеленого доллара. Мы купили дом, мы счастливы. Но мы не знаем, насколько мы ввергли себя в эти моргиджи, которые заставляют нас день и ночь работать, забывая о том, что есть дети, с которыми надо проводить очень и очень много времени. Я послушал недавно речь доктора Олега Фузаилова. Я слушал речь недавно Рау и Банелья Шимонова. Дорогие друзья, в былые времена в Союзе, когда мы жили, у нас был большой экскьюз. Нам говорили, что мы не можем изучать тору над нашей головой КГБ, над нашими, нас окружают партии, люди. Мы искали очень много причин, чтобы оправдаться перед Богом. Сегодня, слава Богу, мы живем в стране, где свобода вероисповедания. Сегодня любая книга на любом языке, пожалуйста, только приходи, бери меня. сегодня интернеты заполнены щиурами, лекциями больших рабаев. Тем не менее, мы очень хитрые, но очень изворотливые. На любой вопрос мы профессионально можем найти ответ. В итоге вот такие несчастные случаи. это месседж для всех нас. Надо немножко спуститься на землю. Я вчера был мальчишкой с Равьяковым Даниловым с Йосиком и его братом. Мы бегали, гуляли, в мире нашли и Таобра. Сегодня уже переступил 60-летний рубеж. Дай Бог нам всем здоровья. Я вчера приехал в Америку, вдруг я вижу, уже 27 метров прошло. На что мы надеемся? Когда мы приходим на мероприятие так...